Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травм, коллекционер народных методов лечения. И у меня в руках бадьян, его многие узнали. И пряности достаточно популярны в лекарственных смесях. С помощью пряности можно сделать травяную смесь более богатой. Поэтому о бадьяне я хочу вам сейчас рассказать. Бадьян невозможен культивировать его дома. То есть это такое небольшое деревце, Юго-Восточная Азия, его родина. И что такое бадьян? Вот эти вот звездочки, это вот такие высохшие плодики, прилистники. И внутри у него семечка. И бадьян вы когда выбираете, конечно, лучше, если он будет упакованный, чтобы эфирные масла не ушли. И он должен быть приятного коричневого цвета, не темный, без пятен. И прекрасный у него запах, сладковато-пряный. Поэтому бадьян очень часто используется и в парфюмерии, не только в кулинарии, не только именно в сладостях, в десертах, не только с лечебной такой практикой. Бадьян еще называют звездчатым анисом. Они родственники. И по лекарственным свойствам, в общем-то, к ним можно так и относиться. Как анис молокогонный, так, собственно говоря, и бадьян молокогонный. А кормящим мамочкам для увеличения молока можно использовать именно бадьян в этом смысле. А вот беременным бадьян нельзя использовать. И, в общем-то, у тех, у кого есть индивидуальная аллергия. Но каждый про себя знает, есть ли у него аллергия на бадьян. А вот всем остальным можно использовать бадьян. Правда, всего одну звездочку в день. Это вот такая дозировка. Больше не надо, так как это приводит к аллергическим реакциям и к неприятностям. Что может бадьян? Понимаете, вот в маленькой звездочке концентрат микроэлементов, полезных для организма. Большое содержание витамина А, он полезен для зрения. Большое содержание микроэлементов, макроэлементов. И бадьян широко используется в тибетской медицине для улучшения пищеварения, для вот разжигания вот этого пищеварительного огня. Улучшает метаболические процессы. Бадьян хорош для устранения запахов. Изо рта. То есть, поэтому для полоскания при стоматитах, ангидах, гингивитах, пожалуйста. По поводу пищеварительного огня. То есть, он устраняет и метеоризм, и вот эти вот вздутия. Поэтому бадьян прекрасно использовать вот как добавку. Куда добавляю его я? Очень часто в компоты, во все заготовки, многие варенья или еще какие-то пастилу делаю часто с бадьяном. Поэтому стоит на бадьян обратить внимание. Бадьян считается афродизиаком. Уменьшает он фрегидность как у женщин, так и импотенцию у мужчин. Но вообще к любым специям это, наверное, относится. Потому что специи разжигают в нас огонь жизни. Не только пищеварительный огонь, но и жизненный огонь. Снимать синдромы ПМС. Поэтому везде, куда вы добавите бадьян, вот этот напиток будет обладать суммой вот этих полезных свойств. Это достаточно известное антигельминтное средство. Ну, заодно и глистов погоняете. В общем-то, бадьян составляет гармоничные пары с кардамоном, корицей, лавром. Поэтому вот в таком вот напитке, сбитень пехтовый производственного объединения Абис, бадьян соединили с пехтой, с прополюсом, с медом, с бадьяном, с лавром. И получился вот такой пряный древний, ну, такой напиток по древнерусским мотивам сбитень. Это концентрат. В данной бутылочке 44 чашки напитка и, в общем-то, пол чайной ложечки, и вы получите очень пряный напиток. Можно сделать и глинтвен, если вы в красном вине в горячем разболтаете, можно сделать и горячий чай. Он отлично поможет и от кашля, и для снятия ПМС-синдрома, и подтонизирует. Вот просто помните, что состав вот этих пряностей в сумме получилась очень-очень такая эффективная смесь. Продолжение следует...